Ребят, всем привет! Меня зовут Алан Шкудер. Я трейдер с 13-летним стажем и сегодня я записываю видео специально для Амаркетс наших партнеров. И сегодня мы по технике посмотрим, как на прошлом неделе по основным инструментам криптовалют, которые можете торговать в терминале Амаркетс. Кстати, я считаю, что очень удобно. Здесь все сделано, быстрое исполнение и прикольные графики. Ребят, смотрите, значит, что сейчас у нас на криптовалют? Я об этом говорил на прошлой неделе, что у нас сейчас в принципе по битку можем мы сходить немного ниже. Мы сейчас вот пошли, подошли к нижней границе данного диапазона в зоне 17800. Значит, у нас был уровень еще 21. Кстати, надо его тоже отметить, потому что он сейчас будет уже рабочим. Вот этот уровень 21880. Видите, вот. Вот тут тестировали и действительно он отработал. Он, конечно, внутренний не очень не нравится, но все-таки сейчас реально я рассматриваю больше на разворот цены, потому что такой уровень так легко не пробивает с первого раза. Я думаю, что в любом случае у нас цена должна развернуться хотя бы в моменте, сделать откат в зон 21800, там может быть там 23000. Посмотрим. Думаю, что этот уровень не будет пробить, но могут сделать ложный пробой данного нижней границы, там 17800, 17600. То есть пробить в моменте и вернуться обратно. Это будет в принципе неплохой сигнал, так как у нас после таких пробоев резко идет вынос цены, я бы сказал бы так, в обратную сторону и может быть мы как раз соберем все стопы. Потому что в целом уже очень долго идет негативная динамика по битку. Мы видим, что у нас уже там месяц почти идет такое снижение по битку, локальная. И достаточно много уже упали, плюс уже экстремальная точка, набрали уже какую-то часть позиции здесь и посмотрим, может быть какая-то реализация будет. Давайте посмотрим все-таки S&P. S&P все-таки посмотрим, потому что S&P у нас как такой поводырь, влияние на крипту и на все остальное. В целом S&P, ребят, тоже нормально был упал, это было ожидаемо после такого роста. И значит, ну пока нисходящая тенденция сохраняется, в чем вот момент S&P. Сейчас еще не рисуется. Не хочет рисовать, еще не хочет. Странно, этот уровень рисуется. А, понял, вот здесь надо рисовать. Вот, ребят, смотрите, видите, вот она, вот эта штука, в принципе, скажем так. Это у нас нисходящая линия тренда, видите вон. В принципе, может быть еще будет какой-то оскок сюда, но реально нужно эту линию пробивать, ребят. Если не будет пробиваться, может быть реально более глобальное падение. Но все-таки локально вижу, что отскок все-таки после S&P будет в любом случае. Локально сейчас в ближайшие недели-две, думаю, должны отскочить хотя бы там на 4.050, 4.100, а там дальше будем смотреть. Пока, что видите внизу и биток тоже реагирует на это. Я думал, что биток как раз тоже с нижней границы и как раз и оттолкнется. Значит эфирчик, что у нас эфирчик. Что-то сохранилась эта линия. Значит, что у нас по эфиру. Эфир мои уровни проводили раньше были и значит, что у нас нижняя граница. Кстати, что хотел сказать по эфиру. У нас сильнее рынка, потому что сильнее битка, намного. У нас биток падал, посмотрите, эфир скорректировался реально тут на сколько здесь? Ну на 10 процентов, наверное, да. Но, ребят, это вообще даже незаметно. Но если пойдет, если пойдет, то первая цель будет вот здесь. 1250 значит, потом дальше 1000 долларов, понятно, груз цифра, ну и 900. Вот пока у нас такие основные уровни. То есть ниже 1450 там что-то можно смотреть. В данный момент я бы ничего не делал здесь, честно. Тут непонятно, куда оно будет двигаться. То есть вот у нас здесь уровень есть в эфир-зоне там 2000 долларов хороший, который тоже развернули экстремальная точка. Ну или от этой точки 1450 смотреть на лонг. Ну пока так себе, конечно, по эфиру. Ну вообще непонятно, пока смотрится. Посмотрим 4-часовик. Ну да, то есть откатился. В целом может отсюда отскочить, но зависит от того, как будет там себя чувствовать биток. Хотя эфир, я повторюсь, реально сильнее рынка смотрится, намного. Дальше, А9, кардан, Ада. Здесь тоже наторговали. В принципе, ну вот смотрите, она тоже сильнее рынка, друзья. Потому что, в принципе, ага, вот показали. Сейчас уже не было видно. Значит, по Аде, по Аде, по Аде. Что у нас здесь? Значит, вот раз. Тут какая-то зона есть. Еще, кстати, вот не двигается в сторону. Значит, вот по Аде раз и вот два есть. Уровень, который у нас в истории тоже. 0,42 с половиной, 0,52 с половиной. Вот вот здесь. Как бы хоть 0,52 с половиной тоже такой себе тут. И 0,55. Но пока в диапазоне я брал бы, ребята, если брать нижней границы 0,42 с половиной со стопом за лоу. Тогда будет более понятно. Сейчас это вообще не понятно, что происходит. Дальше. Dash. Значит, что у нас по Dash? Под Dash. Вот здесь 84,5. Ну, такое. Нижняя граница, кстати, канала. Ну, тут можно, ребят, рассмотреть. В принципе, можно рассмотреть. Хотя, что-то он, что-то он не ложится. Не могу понять, почему. Что-то тут не показывает всю историю. Что-то всю историю. Что-то всю историю. Еще не показывает всю историю. Мне кажется, что там не все. Какой бы какой дата. Хотя нет. Не все. Седьмое. А, что-то на шестое. Вот. С нижней границы с этой можно, в принципе, смотреть. 56,5. В целом, можно рассмотреть, как будет вести цена. И дальше уже, если будет отскакивать, то можно брать. Значит, что у нас по Соланчику. Солана в нижней границе тоже стоит. Ну, я, ребята, брал бы. Ну, в принципе, здесь неплохо в целом-то. Здесь вот неплохо, но так себе. Так себе пока что. Разве что брать и со стопом вот за лоу. Это можно, в принципе, сделать. Небольшой стоп и стейком, там, 36-37. Неплохо смотрится. Солана тоже, ребят. Ну, я бы брал бы от 26, конечно, если будет. Но сейчас локально, в принципе, может отскочить. Не факт, что туда дойдут. Посмотрим, как будет битокси чувствовать. Лайткоин. Что у нас? Завалили тоже. Почти возле нижней границы, но далековато. Далековато. Вот этот уровень. 52,5. Ну, хотя бы по 53 надо брать. По 51 стоп. По 53-51 стоп. Значит, у нас 6 долларов взять. То есть 59. Да, можно спокойно так. Так можно. То есть, 50 где-то 3-51 стоп. Значит, вот так должно у вас происходить. Пока что цена очень далеко находится. очень далеко находится возле точки в целом. И сопротивление на 64 и 3. Ну, такой диапазон. Хотя обычно, когда цена двигается, да, то еще раз тестируют эту нижнюю границу. Еще, в принципе, раз должны сюда сходить по итогу. Там дальше посмотрим, как будет происходить событие. Дот у нас. Что у нас дотик? Так. О, дот, кстати, красиво. Тоже смотрите, ребят. Можно пробовать заходить со стопом ниже 6,7. Вот 6,71. В целом где-то вход 6, может 85. Вот так вот. Ну и по целям где-то 7,5-7,7. В принципе, неплохо дот смотрится. Неплохо дот смотрится. Хотя пока... Ну, тоже нижняя граница. Я думаю, с такой консолидацией должны куда-то выйти. Но не может быть, что так внизу прям кто-то будет сильно там его давить, продавать. Я думаю, что в любом случае должен быть какой-то отскок нормальный. А потом дальше посмотрим. Хотя бы сюда по доту. Хотя бы на 15. Должен быть. Учитывая, что это за монетой и так далее. Дальше EOS. EOS, кстати, сильнее рынка. Как ни странно. Вот смотрите, уровень мы с вами тогда проводили. Смотрите, как отработало. Вы помните, с вами в прошлой неделе проводили уровень? Вот его не трогали. Посмотрите. Вот отработка этого уровня. 1,38 просто. Шикарно. Ну, уже отскочил. Уже все. То есть уже отскочил. 1,38 был хороший уровень зеркальный. С истории. Отработал он неплохо. TRX. Сильнее рынка TRX, конечно. Но я бы не лез бы сюда пока. Пробили были вот эту зону. Но разве что от 0,06. Шорт можно рассмотреть, конечно. Ну, хотя он смотрится сильно сильнее. Вот здесь вот цель будет. Вот цель где-то 0,57. Вот сюда вот. Ну, как бы вот здесь красиво стоял. Ну, такой странный инструмент, если честно. Значит, Lumen. Что у нас Lumen? О, тоже. Возле нижней границы. Вы посмотрите. Возле нижней границы в целом неплохо. Но надо, чтобы еще немножко постоял. Маловато пока постоял. И можно со стопом не же low. Пока видите, импульс и нету пробоя. То есть нету импульса. Прошу прощения. То есть должен быть после пробоя должен быть импульса. А импульса у нас нет. Значит, пробой может быть ложный. Как-то так. Значит, что дальше? Еще у нас на порядке дневном. XRP. Что у нас по XRP. Что тут тоже дали хвост в целом. И ничего тут сильного прям такого нету. Дали хвост и все. Ну, такое. Пока XRP не интересно. Не лез бы Tezos. Tezos возле уровня 1.38. В целом можно рассмотреть 1.38. Но я бы тоже подождал, пока не понятно, что тут происходит. И BNB. Но BNB сильнее рынка, то понятное дело. Но здесь не к чему привязаться. Вот что по BNB, что не к чему привязать. То есть уровень находится нормальный вот здесь. Видите? Вот смотрите. Вот этот нормальный уровень. Где-то 244. Здесь внутри диапазона я не понимаю. Вот это что происходит. Вот тут внутри диапазона. Ну, такое что-то. Вот пробили 273. Неплохой уровень тоже стояли. Я даже, что над Катей. Но, ребят, пока тут надо понаблюдать. Не понимаю, что делать, если честно. И что еще? Так, 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 это мы посмотрели. Ну, вот что самое главное по битку, что сейчас будет такая какая-то развязка. Если будет пробивать эту нижнюю границу, то скорее всего уйдет дальше. Но я пока в это не верю, если честно. Рынок может доказать мне тоже, в том числе, что это возможно. Но это нормально будет. Я пока в это не сильно верю, но посмотрим. Я думаю, что все-таки отсюда будет какой-то отскок наверх. Значит, ребят, еще что хотел вам предложить. У нас в нашей компании есть такая финансовая консультация по финансовой грамотности. То есть, индивидуальная программа по формирую криптовалютного портфеля. То есть, что будет здесь, вы можете разобраться по ссылке ниже под этим видео. То есть, тут будет принцип дерификации, плана работы, как рассчитывать депозит. То есть, там 90 минут консультации. Ввиду я или мой партнер Александр Литвиненко. Многие его, наверное, тоже знают. Он победитель, лучший честный инвестор. В 2011 году на украинской бирже, там с прибылью 961%. Можете все посмотреть, это есть в вонном доступе. Значит, по консультациям нужно просто оставить будет ваше имя, ваш имейл и ваш телеграм. И вам с вами свяжется, вы можете все детали оговорить. Цена адекватная, не большая. Поэтому, ребят, кому интересно, можете записываться. Достаточно у нас классный и крутой материал на личном опыте, то, что мы изучили. И welcome, всех ждем. Значит, ребят, мы с вами увидимся также на следующей неделе с таким же обзором. Посмотрим, как работает рынок. Сейчас не сильно интересно, прямо честно скажу, не сильно интересно. Но обычно, как раз после таких вот затуханий, я бы сказал, какой-то волатильности, происходит самое сильное движение. Поэтому, возможно, что мы будем потом иметь просто хорошее движение по многим монетам. После какого-то накопления позиций. Но я говорю, сейчас возле нижних границ, скорее всего, могут быть какие-то ложные пробои. Но я думаю, все-таки рассматриваю пока на отскок наверх. Учитывая, как себя чувствуют сейчас инструменты, там S&P и так далее. Я думаю, все-таки отскочит. В моменте потом посмотрим, что будет дальше. Поэтому вам желаю прибыльной недели, прибыльных сделок. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если что-то интересного. Или вы хотите спросить, так же пишите, мне будут говорить, я буду отвечать на вопросы. И увидимся с вами на следующей неделе. Все. С вами был Иван Шкодер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok